Обещание высоких зарплат и социальных гарантий, а кроме того, шанс стать героем, чаще всего становится ключевой причиной отправки все новых партий российских захватчиков в Украину. Издание «Важные истории» рассказывает, 18-летний Андрей ушел в армию по призыву. На связь с матерью он вышел через полгода, сообщив, что подписал контракт. Андрей, как и тысячи других российских военнослужащих, пропал без вести, по крайней мере, так объявили матери парня. Украинская сторона не единожды заявляла, что тела многих погибших российских солдат Минобороны страны забирать не спешит. Скорее всего, Андрей оказался в их числе. О гибели сыновей россиянам не сообщают. Об этом они часто узнают из соцсетей. Случайно. Так случилось с семьей Анатолия, которые также рассказывают важные истории. Он тоже поверил пропаганде и решил стать героем. На фронт пошел добровольцем, а когда погиб, его героизм так никто и не оценил. По словам матери, командир сына заявил ей, что тот представлен к ордену мужества. В официальных же структурах об этом и не слышали. Нам там сказали, что надо забирать тело самим, потому что он может там пролежать и месяц, и два, и три лежать, а может и полгода. Более того, о выплатах семье захватчика категорически отказывают. Все просто. Он, доброволец формирования БАРС, сам захотел пойти воевать, поэтому сам и умер. В общей сложности семь миллионов, там с копейками, которые положены, это единовременная выплата, называется военнослужащим. Понимаете, это все одна болтовня по телевизору. Как относятся к так называемым защитникам Родины в России, рассказал и Валерий, которого призвали в первые дни полномасштабной войны. Мужчина болен диабетом, и то, что он негоден к службе военкома не смутило. Ни один военкомат не проводил медкомиссий. Мне на 11 октября была выписана инспектиризация военно-госпекта города Иваново. А 11 октября мы поехали на Базолен. Йорким примером гибели именно по вине российской пропаганды стал случай Анатолия из Чувашии. По словам родственников, парень хотел дословно выглядеть крутым и считал, что его ждет увеселительная прогулка. Да я и этих украинцев, не переживайте. И отправил в горячую точку. Деда и не был, сказал. У них не было оружия. Он говорил, вот сидим, типа тихаря по окопе, боимся выходить. И он там, получается, через две недели умер. В министерстве Шойгу родственникам сообщили, в списках пропавших нет, значит, все хорошо. А вот в военкомате подтвердили, погиб еще зимой. То, что по телевизору показывают большинство, это неправда. Наши ничего не считают они, сколько умерло за день. Не скрывайте все, только все хорошее говорят. Да, а хорошее выдумывать с каждым днем все сложнее и сложнее. Продолжим эту тему с нашим гостем. Это Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, однозначно прозревают матери и жены мобилизованных. Как вы думаете, передастся ли их страх и гнев, разочарование, ненависть, может быть, к путинской лжи, тем родным, которые провожают сейчас сыновей в армии? Или самим призывникам, которые повелись на вот эту хорошую кремлевскую рекламу войны и уверены, что они рэмбо, а не пушечное мясо? Думаю, что не передастся. Не существует канала передачи такой информации, вот то, о котором вы сказали, чтобы между теми, кто погиб, их родными и теми, кто сейчас призывается, мобилизуется, считает, что они рэмбо, что они там что-то идут защищать. Такого канала информации нет. Есть канал другой информации. Есть телевизор, и он внушает людям совершенно другие вещи. А где-то в магазине, где-то в школе, в какой-то очереди. Что, люди не общаются между собой? Или не поверят? Ну, смотрите, значит, если, ну, понятно, что такие случаи бывают. Ну, во-первых, начнем с того, что особенно распространять информацию, за которую можно сесть в тюрьму, даже вот тем людям, которые являются родственниками погибших, все равно в магазине, там, в очереди и так далее, говорить о том, что происходит, в общем, не очень безопасно. Поэтому я сомневаюсь, что родственники погибших будут такими активными антивоенными пропагандистами. Сомневаюсь об этом. Ну, а потом горе не способствует тому, чтобы человек выходил на улицу и там что-то кричит. Ну, такой практики, по крайней мере, нет. Вот, поэтому я думаю, что вот такого канала информации, передачи информации между теми, кто уже понял, что произошло, что происходит, да и к тому же не все, даже те, кто потерял своих детей, своих мужей, близких, не все, они антивоенно настроены. Мы знаем случаи, когда жены, матери, потерявшие своих сыновей и мужей, но все равно продолжают считать, что, в общем, все правильно сделали, все он правильно сделал, что пошел на войну, потому что он пошел защищать родину. Но степень зомбированности, она достаточно велика. Поэтому еще раз я настаиваю на своей точке зрения. Я уверен, что такого канала информации, который передавал бы вот эту внезапно узнанную правду о войне тех близких погибших, тем людям, которые отправляют сейчас на войну людей, такого канала информации не существует. Ну, он может срабатывать, но в одном случае из тысячи. А телевизор работает, это массовое оболванивание продолжается, поэтому это работает. Хорошо, но работают и другие методы. Мы знаем, что сейчас штрафы за несогласие идти и быть призванным, и попасть в армию. Загранпаспорта отбирают, водительские удостоверения. То есть это уже не где-то там, а это буквально касается человека. То есть это не в телевизоре, а это на деле. Это может как-то сказаться? И можно ли предположить, судя по всему, осенний призыв будет в России? Нужно мясо? Вот каким тогда будет этот призыв? Я думаю, что призыв будет массовым. Значит, там на самом деле вот то расширение призывного возраста, которое было вот на минувшей неделе. И генерал-полковник Картополов, военный преступник, непосредственно причастный к транспортировке вот этого бука, убившего. Я все время, когда вот эту фамилию вспоминаю, то этот депутат, он непосредственно причастен к убийству 298 пассажиров малазийского Боинга в 2014 году. Поэтому я думаю, что он на самом деле действительно преступник. А сейчас он продвигал очень активно пакет законов большой войны. То есть это как раз расширение границ, возрастных границ мобилизации с 18 до 30 лет и призыва с 18 до 30 лет. Я думаю, что призыв будет и призыв, фактически разница между призывами мобилизации сейчас уже стерта, потому что призывников сразу же будут ломать на подписание контракта. Ну здесь же еще много чего. Вообще-то совершенно потрясающий пакет законов, связанных и с репрессиями за отказ от мобилизации и с фактической блокировкой какой-то юридической помощи призывникам. Ну и отдельное, конечно, это региональные военные компании, это вообще вишенка на торте. То есть фактически это, возможно, в дальнейшем станет силовой основой развала России. Да-да, а вы же упомянули этого Картополова, это же он как раз тоже лоббирует вот эти вот изменения о неком народном ополчении. То есть это маленькие региональные банды, да, вооруженные? Ну, можно считать это банды, армии. Вы знаете, это же штука такая, что на самом деле вот Путин и вот этот вот преступник, генерал-полковник Картополов, они своими руками роют яму себе, потому что те центробежные тенденции, которые в российском обществе всегда были очень сильны, и они просто блокировались очень мощными силовыми, силовым прикрытием. То есть Россия не является органическим в целом. Она искусственное объединение, искусственная конгломерация, и она держится прежде всего благодаря силе. Силе военной, силе ОМОНовской, силе спецназовской и силе телевизионной. То есть вот только благодаря этим силам она держится. И вот эти тенденции центробежные, которые были, они были во время Чеченской войны. Это что же было? Это была попытка выйти из состава России. Это и референдум в Татарстане 92-го года. И все это предотвращалось только все эти выходы из состава России. И там не только была, и Уральская республика знаменитая, которая там свою валюту начала выпускать, Уральский франк. И это все предотвращалось только силой. Только через колено ломали или просто воевали. А сейчас, когда официально Кремль усилиями Картополова создает региональные армии, то по сути дела они создают возможность силовым путем выходить из... Ну, по сути дела, речь идет о распаде Российской империи, которая может произойти, и для этого своими руками Путин готовит условия. Но ведь это же дискредитация Российской армии, да? То есть, получается, вы не доверяете регулярной армии, раз вы создаете вот такие вот ополчения у себя. Можно же и так повернуть этот вопрос? Ну, конечно, конечно. Вообще, на самом деле, это и дискредитация Российской армии, это и дискредитация всемирно усиливаемой такой внутренней армии, огромной внутренней армии, которая превосходит по численности ту оккупационную армию, которая воюет. В Украине это Росгвардия, потому что там численность 400 тысяч, и она еще усиливается. Она усиливается бронетехникой. Вот недавно тоже принятый закон Думы перед уходом на каникулы, она, в общем, создала условия для уничтожения, самоуничтожения России. Потому что вот эта внутренняя армия, которая законом... Там другой лоббист, Хинштейн, очень старался. Ну, достаточно хорошо известный провокатор и сотрудник ФСБ. Ну, он депутатом сейчас служит, так сказать, под прикрытием депутатства. Выполняет свою поганую работу. Ну, вот он, как бы, лоббировал вот этот вот закон невероятного усиления Росгвардии, передачи Росгвардию всех силовых структур из Министерства внутренних дел. Так что ведомство Колокольцева МВД сейчас в основном будет состоять из паспортисток, значит, оперов с табельным оружием короткоствольным и, ну, некоторого количества постовых. Ну, в общем, короче говоря, полностью обессилена МВД. Но за счет этого невероятно усиливается вот эта внутренняя армия, армия персональной защиты Путина, это Росгвардия. Так что вот такая вот переброска, то есть действительно очень, очень... Ну, кроме всего прочего, армия, основная армия, армия Министерства обороны приватизирована, по сути дела, потому что создаются частные военные компании. Ну, плюс к этому, в силу того, что авторитет министра обороны и начальника Генштаба очень резко обвалился, ну, после всех событий, после мятежа Вагнера, после неудач на фронте. А авторитет вот этих вот окопных генералов, так называемых, таких как генерал-майор Попов, там, глава десантников Теплинский, он, в общем, на достаточно высоком уровне. Поэтому, в общем, если будет какой-то выбор, кого послушать, то, конечно, солдаты, офицеры, они послушают скорее Попова или Теплинского, чем Шойгу или Герасимова. Это и есть приватизация армии. То есть, на самом деле, вот развал армии на отдельные подразделения, которые, в принципе, могут при необходимости принять самостоятельное решение. Например, уйти с фронта и направить свои усилия на Москву или еще куда-нибудь, захватить какой-нибудь регион. То есть, это вполне реальная уже картина. Тем более, что сценарий, уже репетиция Пригожиным уже реализована. Что называется, осталось сыграть эту пьесу набело. То есть, кто будет играть премьеру, понятия не имею. Может быть, какие-нибудь подразделения российской армии, может быть, какие-нибудь подразделения украинской армии, состоящие из русских добровольцев. Но им, конечно, подрасти надо очень сильно. Кстати говоря, я сейчас думаю, что это одна из основных задач российской оппозиции. Усилить, все силы бросить на усиление этих подразделений. Пока они маленькие, пока им, конечно, не под силу реализация этой задачи. Но время еще есть, поэтому как знать. Знаете, тут про падение авторитета Шойгу и Герасимова, наверное, говорит и тот факт, что после недавней атаки дронов на Москву вообще никаких претензий к ним никто, так сказать, публично не высказывал. Наверное, все уже и так смирились, что эти ребята ничего не контролируют. И все их хваленные ПВО, якобы везде расставленные и все сбивающие, контролирующие, в общем-то, на самом деле не работают. Ну да, здесь логика такая. Какой спрос с убогих? Ну да. Уже, понимаете, вот этот вопль истошный Пригожина «Шойгу, Герасимову, где патроны», он уже, так сказать, идет как мем. Там и «Шойгу, Герасимову, где штаны?», «Шойгу, Герасимову, где депутаты?». Чего только не подставляют под это. Это уже просто мем. Эти люди стали персонажами анекдотов. И, в общем, ну какой тут авторитет?